Отходы химического завода в Таразе будут утилизированы. Стоит отметить, что часть из них будет использоваться в сельском хозяйстве. Специалисты сельского хозяйства говорят, что фосфорные отходы имеют большую пользу при освоении пассивных площадей. О работе в этом направлении расскажем в сюжете. Специалисты подсчитали, что вес отходов, который уже много лет скапливается за пределами города, составляет более 20 миллионов тонн. Также они говорят, что отходы могут восстановить пассивные участки и увеличить плодородие земли. Таким образом, это позволяет удвоить урожайность. Несколько лет назад фермеры из Китая и Узбекистана изъявили желание купить фосфорные отходы. Позже жамбулские фермеры начали получать отходы тоннами. Сакен Уразбаев, узнав о пользе отходов, решил купить 200 тонн. Вот уже почти 15 лет веду хозяйство. Высаживаю лицерну, ячмень, пшеницу, лук с капельным орошением. Получил 200 тонн фосфорного гипса. Перец с пашкой засыпаем им землю. Привезли бесплатно. Теперь начнем весной работу. В прошлом году аграрии области использовали 2500 тонн фосфорной золы, а в этом году каждый из 9 районов области получит по 5000 тонн. Ответственность за его доставку взяли на себя областное управление сельского хозяйства, а также районные администрации. В местах происхождения соли фосфогипс используется как миллиарант. Фермеры берут по мере необходимости. Эта зола содержит до 2,5% фосфора. Любой фермер может оформить заказ на отходы, занимающие определенную площадь. Также тонна отходов стоит 1 тенге. Услуга доставки бесплатная. Общий объем поставленной золы составляет 30 тысяч тонн. Однако существует риск того, что фосфогипс содержит токсичные вещества. Количество покупателей фосфора растет день ото дня. Уже кроме 1500 фосфорного золота забрали туркестанские аграрии. Еще 1500 – козлординские. Валихан Толгатов, Айконакпарад.